Ну что вы, стратегические жевжики и любители глобальных пошаговых стратегий, очередной праздник на нашей улице. Microsoft анонсировала глобальную пошаговую 4x стратегию ARA History Untold. Не знаю, почему они в название добавили ник игрока в пятую циву, если помните. Был, да и есть такой ARA, с которым я неоднократные ффашечки и дуэли катал. В любом случае, на данный момент у нас есть только трейлер и 9 скриншотов, вот и по ним и будем гадать как по кофейной гуще. Да, сразу отмечу, что даты релиза у игры нет, обещают в течение ближайших 12 месяцев, что бы это ни значило, то ли в следующем месяце, то ли через год. Что же нам известно об игре? Да только то, что сами создатели написали на официальном сайте. Создавайте свою собственную нацию и ведите народ на протяжении всей истории к вершинам человеческих достижений, исследуя новые земли, развивая искусство и культуру, занимаясь дипломатией и сражаясь лицом к лицу со своими противниками. Чтобы доказать, что вы величайший правительец когда-либо известных, Благодаря уже известным механикам в комбинации с инновационными, ARA History Untold является эволюцией глобальных стратегий без заранее заданных путей к победе, что ведет к бесчисленным возможностям игры. Ваш выбор будет определять мир, который вы создаете, ваши впечатления от него и что вы после себя оставите. В общем, типичное описание глобальной пошаговой 4х стратегии. Что же лично у меня внушает оптимизм и почему я решил обратить внимание на эту игру и следить за ней? Во-первых, разработку ARA History Untold возглавляет Брайан Вейт и Дориан Ньюком. Первый выступал техническим директором пятой Цивы, а второй был главным арт-дизайнером, ну то бишь ответственным за визуальный стиль. Правда вот, судя по скриншотам, честно говоря, Ара мне больше Humankind напоминает, чем Циву. Согласитесь. Тем не менее, графика на данный момент очень приятная. Дай бог, чтобы она не тормозила так же, как все тайлы последнего времени. Потому что и Humankind, и Old World к концу партии нагружают видеокарту, дай бог. 30 фпс это за радость. В команде вообще очень много людей, которые работали над пятой Цивой. Еще, наверное, можно отметить композитора Майкла Карена. Правда, честно вам скажу, мне музыка из пятерки никогда не нравилась, и я всегда ее выключал. Возглавлять цивилизации в Ара-Хистери Антолд будут не только политики, но и, например, деятели культуры. Уже известно, что греками в игре управляет поэтесса Сапфо. Именно благодаря ее популяризации лесбийской любви стал известен остров Лесбос, на котором Сапфо и жила. Ну что ж, от жены царя Леонида до поэтесс. Надеюсь, Россией будет управлять Распутин. Скриншот с глобальной картой, кстати, опять же напоминает скорее Humankind, потому что выглядит поделенным на области. Опять цитата с официального сайта. Ваша земля — это ваш холст. Стройте разнообразные здания от кузнец до библиотек, цитаделей и соборов, которые дадут вам стратегические преимущества и особые способности. Создайте будущее с бесконечными возможностями, исследуя разнообразные технологии, каждый из которых открывает новый вид ресурсов, улучшений, товаров и снаряжения. Ну вот товары и снаряжение звучит интересно. Неужто будет более развитая торговля по сравнению с Циллой, а солдат можно будет переодевать как в Endless Legend? Ну вот на скриншотах сверху слева рядом с населением и наукой реально видны ресурсы. Видимо, еда, деньги, металл и камень, либо дерево и камень. А это уже похоже на Old World. Тем более, со временем там еще и электричество добавляется. Тем не менее, информации мало, скриншоты выглядят вроде красиво, игрой занимаются не какие-то левые люди, а съевшие собаку в деле 4Х стратегий. За игрой будем следить? Не знаю, как вас, а меня конкуренция среди глобальных 4Х стратегий очень радует. Humankind, Old World, Ara History Untold, Стратегии от Парадоксов, Galactic Civilizations 4. Как говорится, играй не хочу, но все равно находятся люди, которые вместо того, чтобы играть, нападают на соседние страны и убивают там людей. Ладно, напишите в комментариях, чего вы ждете от этой стратегии, а на этом все. Вы слышали Алексея Халецкого, канал Леша Играет. Не забудьте поставить лайк, подписаться и, конечно же, слава Украине. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!